Крестная тема будет. А вы знаете, почему я люблю дистрибьюторов, которые на наших встречах, которые мы проводим, обучающие записывают? Потому что дистрибьюторы делятся на две категории. Есть люди берущие, а есть люди дающие. Рука дающего, как известно, я с худеем. Если человек слушает информацию и не записывает эту информацию, просто берет. А если он ее записывает, он собирается эту информацию кому-то нести дальше. И, как правило, я вот заметил, даже еще лет, наверное, 13 назад, все дистрибьюторы, которые на обучении записывали, сейчас в рамке директор не старше. А те, кто хлопал ушами, кто-то лидером стал, а кому-то и это не пришло. Поэтому надо записывать. А еще знаете, чем интересно, когда ты с кем-то делишься информацией? Когда ты с кем-то информацией делишься, самую лучше ее усваиваешь. Вот. По поводу работы с программами коррекции веса. Вообще, эти, ну, это, скажем так, работа очень крикантная. Почему? Потому что многие почему-то воспринимают, что дистрибьютор, переводный распространитель, вот, дистрибьютор распространять. И задача дистрибьютора просто продавать продукцию. На самом деле, запишите, продукт, который мы производим, этот продукт называется довольный клиент. И работа дистрибьютора и продать продукцию. Деньги, которые вы получили при продаже, например, программы для коррекции веса, это аванс за ту работу, которую вы будете с этим человеком проводить. Понимаете, о чем я говорю? Наша задача, что как можно большее количество людей, которые купили нашу продукцию, получили тот результат, за который они заплатили деньги. Как вы думаете, человек, покупая смарт-милл, заплатил деньги за пакетик ванильного порошка или за минус 10 килограмм? Вот, но пока он заплатил, они у него еще плюс, правильно? И чтобы это стал минус, вот здесь очень важная работа. И почему, скажем так, в вопросе коррекции веса эта работа нужна? На самом деле, человеку, у которого лишний вес, он может очень придумать себе много разнообразных броват, но на самом деле, это немножко такая неуютная ситуация, согласны вы со мной? Кто-то посмеивается, а еще начинают посмеиваться, когда ты ставишь в известность, что ты собираешься похудеть. Кто-то говорит, зачем оно тебе, как правильные подруги, которые не заинтересованы, чтобы вы красивее остановились. Вот, знаете, есть такое выражение? Раньше говорили, не родись. Вот, а теперь знаете, как говорят? Нет, не родись красивой, а заведи себе страшненькую подружку. Раньше ты ходили о чем-нибудь. Вот, а вот, когда человек берется за себя, чтобы улучшить, должен с ним быть рядом хотя бы один человек, который за него, который в этот момент над ним не смеется. Этим человеком знаете, кто должен стать? Вы. Вот, есть правило. Чтобы результат был 100%, должно соблюдаться трио. Клиент, продукт и вы. Если какой-то компонент выпадает из трио, результата не будет. Неплохо вот эти фотографии, которые, ну, можно будет потом и скачать по интернету, мы спросим у спонсоров, возьмемся у своих фотографий вот этих вот похуделок. Неплохо сделать альбомчик. Ну, просто распечатать для чего? Пусть альбомчик лежит в сумочке, и периодически в коллективе где-то вы его доставаете, как будто что-то там записать, прочитать, чтобы люди могли эти фотографии видеть. Я по себе столкнулся с такой вещью. Я когда начинал работать, я работал только с программами коррекции веса, и то, что я говорил, никто на это не реагировал. Но стоило мне только дать альбом с фотографиями, полистать, продажа практически была не 100%, но процентов на 80%. Есть такое выражение, картинка стоит тысячи слов. Если мы хотим сэкономить слюну и действительно помочь человеку быстрее принять правильное решение, неплохо сопровождать наши слова соответствующими картинками. Второй момент. Многие люди живут сегодняшним днем, и они не задумываются о том, что будет завтра, послезавтра, через 5 лет, через 10 лет. То есть в школе нас планировать не учили. И поэтому многие люди оказываются, прожив там 30-40 лет, в ситуации, которая им не нравится. Если ты всю жизнь никуда не шел, кто тебе доктор, что ты пришел не туда? Так вот этот момент тоже очень важен в вопросах коррекции веса. Зачастую виду человека с лишним весом, мы задаем себе вопросом, е-мое, как себя можно было запустить до такого состояния? Иногда вот так вот думаем. Но на самом деле, ведь это происходит незаметно. Поэтому, у меня это называлось страшилка. Эту страшилку тоже можно использовать, чтобы помочь человеку принять правильное решение. Страшилка у меня выкатила в следующем области. Я вижу, что человек пристает фотографии вот этим, задает вопросы, но покупать ничего не собирается. Значит, на самом деле ему интересно, правильно? Вот, знаете, на рынке, мне нравится, как продавцы работают, они все секут. Вот ты пришел, например, кепки выбирать. Одну подмерял, нет, другую, нет, третью, покрутился. Так, так, нет, и потом дальше меняют. Они выбирают ту кепку, в которой ты покрутился дольше всего. И потом, когда ты собираешься отойти, они говорят, а вот так я по чекам ушла. Это сто процентов, что вы ее купите. Вы понимаете, о чем я говорю? То же самое и здесь. Если человек листает, значит, интерес есть. Но может боится чего-то, не уверен, а может до этого уже что-то покупал, и результата не было, и он не сильно доверяет. Вот, поэтому человека нужно заставить задуматься о будущем. Каким образом я это делаю? Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько вы набрали за последние пять лет? Человек говорит, за последние пять лет я набрал 10 килограмм. Я говорю, смотрите, у вас тенденция при вашем обмене в веществ и образе жизни набирать 10 килограмм за пять лет. Представьте, сколько вы будете весить через 15 лет. Вот, человек считает, что он будет весить на 30 килограмм больше. Он видит эту картинку ужасную. Вот, и следующая фраза, которую я говорю, тогда сбросить вес, будет стоить в 10 раз здоровье. И здоровье уже будет не то. И вот эта фраза очень помогает неуверенному человеку принять правильное решение. Принять решение, что нужно сегодня заниматься собой, а не откладывать это на следующий год или через год. У вас тенденция набирать 5 килограмм в год. Представьте, что будет через три, через пять лет. Человек программу для коррекции веса у вас купил. Тоже очень важный вопрос. Кто-то говорит, ну я возьму сегодня вот это, а потом посмотрю. Если человек не берет всю программу, то есть смарт-мил, омегу, гарцинию, антицеллюлитку, вот, я тогда говорю, я тогда не беру ответственности за ваши результаты. Если вы берете всю программу, пусть не сразу, например, в течение месяца, но вы обязуетесь, что вы будете четко придерживаться правил, вот, я могу гарантировать какой-то результат с вами работать. Еще одно условие. Человек должен быть готов быть с вами на связи каждые три дня. Если человек говорит, я куплю и не надо мне звонить, я тогда я продавать не буду, потому что это 100% результата никакого не будет. Человека засмеют или напугают, и все. Вот. Для чего, скажем так, нужно с человеком каждые три дня связываться? Вы знаете, что к хорошему быстро привыкаешь? Вот. И действительно, когда вес уходит, он уходит как-то незаметно, и такое ощущение, что ты всегда таким был. Ну, поэтому, только у вас появился, скажем так, потребитель на коррекцию веса, заведите на него отдельный листик, задайте вопрос, сколько килограмм он хочет сбросить, за какой промежуток времени, вот, если нереально, например, сроки 30 килограмм за месяц, объясните, что это нереально, что вообще идеальный сброс – это 5-7 килограмм в месяц. А вы знаете, 5 килограмм по объему – это сколько? 5 килограмм жира – это два 12-литровых ведра. Полный. Представьте, в объеме как это выглядит. Мне водичку принесешь, чтобы я не кашляю. Спасибо. Еще одно условие. Человек должен готов выпивать 1,5-2 литра воды в день. И правило должно быть какое? Человек не просто говорит, что он будет выпивать. Пусть он заведет себе, там, 2-литровый кувшинчик, или это бутылка пластиковая 2-литровая. Правило. Утром она должна стоять полная на завтра, вечером, когда она ложится спать, она должна быть пустая. И я сам по себе просто это проверял. Такое ощущение, что ты пьешь вроде как бы нормальный объем воды. Но когда я такую бутылку зайдем, я вроде целый день как бы пью, но вечером было только половину. То есть, а то калитр выпил. Должна быть бутылочка, ничего, это нужно знать, что за день бутылочка выпивается. Каждые 3 дня с человеком нужно быть на связи. Для чего? Объясните, что вам на фирме, вы завели на него карточку, и вы его ведете, что он теперь ваш клиент. Даже если это дистрибьютор, он подписался со скидкой. Вот. Заведите карточку, и вы должны записывать его результаты. Вес. Он должен взвешиваться. Второе. Объем груди, талии, бедер. Можно отдельно одной ноги, в самом большом месте. Шеи, руки, но это уже как бы по усмотрению. Для чего это нужно? Объясню. Вес, он уходит своеобразным образом. Бывает такое, что вы теряете объемы, но килограммы стоят. А бывает такое, что вы теряете килограммы, но стоят объемы. Если человек только каким-то одним образом регистрирует свой процесс, это может вызвать депрессию. К примеру, там две недели, вес не уходит. И человек уже с сомнения всяких. Он вспоминает, что ему сказали, что все это ерунда, тебя обманут. Но, если вес не уходит, у него все равно настроение хорош. Должен по всем показателям быть прогресс. Следующий момент. Лично для себя убедите, скажем так, маленькие ступеньки чемпионские, за которые вы будете делать подарки. К примеру, за каждые пять килограмм какой-то подарочек. Потому что, поверьте мне, я вот убедился на сегодня, пять килограмм сбросить, это не хукрым, это работа. Согласны вы со мной? Даже пять килограмм. Если человек при всем негативе, который в семье, особенно если это женщина, и она как бы на всю семью готовит жирные, свиные котлеты, на завтрак, обед и ужин, вот, и все это нюхает, и она держится, она молодец. Поэтому, момент такой. У меня всегда было такое правило. Пять килограмм человек сбросил, я, если это женщина, покупал цветочек, приезжал, говорю, фирма вас поздравляет. Вот. Поверьте мне, то есть, это настолько важно для человека, он сделал это, и не просто для себя, еще кто-то вместе с ним переживает за это, кто-то это заметил, кто-то это ответил. Это может быть цветочек. Если это, например, мужчина, мужчина, клиент, тут цветочек, вы не знали на понятие, но вы можете, например, подарить три пакетика, там, соусик слим, и к нему аннотацию, что это такое. Человек размешает, выпит, возможно, он захочет заказать целую коробочку в дальнейшем. То есть, человека нужно вести. Еще момент очень важный, я сталкивался с этим. Подобное притягивает себя, подобное, как правило, но у крупных людей такие же знакомые. Согласны, ну или по крайней мере этих пару человек, скажем так, друзей по несчастью, у них есть. И как правило, если человек 5-7 килограмм сбросил, ну, как правило, это 2-3 недели. Я говорю такую вещь, что за пропаганду здорового образа жизни фирма делает подавки. Если вы соберете своих знакомых, у которых такая же аналогичная проблема есть у себя дома, домашний кружок, и, например, три человека такие же программы закажут, компания дарит вам смарт-мью, в подарок. Вот. Великолепно действует. У меня вот клетка, которая на 60 килограмм побудила. Это еще тогда экономический кризис был. Я ее любил за каждого клиента компания дарит 5 долларов. Она день, наверное, на штуке по 2 мне их отсылала. Ну, я же всегда встречали, они говорят, чего, как это ты вот так? Она говорит, вот тебе вот. Вот. То есть это очень хорошо работает. Почему? Потому что, смотрите, собирается домашний кружок. Собирается домашний кружок, как правило, по интересам коррекции веса. И самое главное, на вашей пушке, знаете что? Есть результат. Есть человек, которого не знают, который уже 5-10 килограмм сбросил, который говорит, фу. То есть вам не нужно убеждать кого-то, вам нужно просто дать информацию. Вам даже можно подключить на ноутбуке или там где-то вот эту презентацию, которую я сегодня рассказывал, а потом человек поднимет и скажет, вот действительно результат. Великолепно по каскаду строится потребительская сеть. Ну, замечательно. Еще раз как бы подхожу к тому, если у вас появляется потребительная коррекция веса, это не значит, что нужно ему просто что-то продать, взять деньги и забыть. Вот. Потому что мы тоже столкнулись, что на Украине бизнес очень интересно делается. Не знаю, с чем это связано. Здесь как-то так странно относится к долгосрочному партнерству. Здесь любят быстрые деньги. Какая-то сделка, деньги заработал и все. А вот так вы будете вместе делать, делаем, но вырастет. Вот берешь вроде нормального человека, хочешь с ним вместе делать, делаем. Вот. А потом забыл на столе 100 долларов. Ни человека, ни делаем, ни 100 долларов. Поэтому тут момент такой. В работе с клиентами, чтобы так не было, продал и забыл. То есть, если человек заказал, надо помочь ему получить тот результат, за который он заплатил деньги. Тогда будет хороший потребитель, это будет реклама. До конца дней к тем, когда не зашло коррекции веса, такой человек будет говорить, если вы хотите похудеть, вам будет НСП. И это помогли. Правильно? До конца дней человек будет рекламировать НСП, как место, где хорошие продукты и где могут помочь могут иметь. А по поводу ни 100 рублей, ни бизнеса, ни партнера, я потом понял, почему это. Оказывается, даже анекдот на эту тему есть. Анекдот такого характера. русский, еврей и украинец им задали вопрос, что бы они делали, если бы они были царем. Русский сказал, царь, а что делать, пил бы с утра до вечера. ну так на работе один не надо. Парень, который играет, говорит, если я был царем, я жил бы лучущим царем, потому что я бы днем был царем, а вечером я душил. А когда украинцу задали, чтобы он делал, если бы был царем, значит, что он ответил? Если бы он был царем, а царевал бы рублей 100 гифтик. Вот так. Поэтому в работе с клиентами подходят к или иным образом меняем. По коррекции, если вопросы какие-то есть, как с потребителями работать, понятно? Я скажу такую вещь, очень важную, что март, апрель, май, июль это 4 месяца, когда люди с лишним весом все равно будут что-то покупать. Какие-то в аптеке слабительные чайи, садиться на какие-то... То есть в любом случае шумом под названием «Хочу похудеть», сейчас пропитан прямо воздух вот этим вот желанием. Я заметил, что... Вы знаете, я когда работал как бы на коррекцию веса, я сделал листовочки рекламные по коррекции веса. Я их просто раздавал, везде оставлял. Лучше всего эти листовочки работали, если оставлять их на подоконнике в женском туалете. Короче, 100% выход. Листовочку оставляешь, звонок получил. Вот. Поэтому как бы наша задача наследить рынок информации, это брать тем людей, кому это интересно. Поэтому информацию на эту тему можете смело давать. Тем более... Поднимите руки, кто попробовал смарт-мил? Понравился? Кто хочет впечатлением поделиться? Можете с места поделиться впечатлениями, понравилось или нет? Очень. Супер. Второй. Вот, второй. Молодцы. Вот такой вот праздник. Держи. Да. Давай, Сережа. Не 11 смотрел. Не 11 смотрел. Он даёт, чтобы у тебя сердце не вырвалось, он тебе заучался, чтобы ты покоешь здоровье на весь день. Ты покоешь, как девчонка, и ты, мой, себя здоровье оставить навсегда. Их, Алиса. У тебя никогда не попадает и как бы заработать языком. Зарабатывайте, все дорогие! Презентация победы. Молодец. Блин, я попробовал сейчас вот первый раз. Я в восторге. Просто в силу своих индивидуальных особенностей я как-то мороженое не очень приходилось не есть. Ну, там. И вот тогда я попробовал, я вот осознаю такой вкус, как вот правильно из детского мороженого. Такое ощущение классное. Я теперь захотел себе его приобрести и угощать тоже людей, чтобы люди пробовали и были вкусные у людей результаты. Благодарю за внимание. Спасибо. Вот здесь действительно замечательная штука. Мы заметили такую вещь, что на домашних кружках, если вы делаете презентацию по коррекции веса, в спортмиловце по полпорции даже, если размешать, покупаемость практически стопроцентная. Самое главное, что получается как? Вот такая порция смартмилла, один черпачок, она стоит там доллар с костиком. Вот. И человек два приема пищи заменяет. То есть, в любом случае, уже по деньгам экономия идет. Самое главное, что по питательной ценности порция гораздо выше тел, бутербродом, чашки кофе, плод, или там пачки творога, что человек, ну, просто так съел. И вот когда это объясняешь, ты можешь попробовать, я просто сам по себе говорю, что, ну, пакетик нормальный, ну, состав классный, ну, цена может дороговато где-то. Но я когда его размешал, я просил, говорю, все. И центу, и все на свете. Потому что настолько вот, вот, время, когда мы действительно искренне, без обмана, без рисовки, были счастливы, это детство. И вот этот вкус мне напомнил, короче, серотонин вырабатывает от этого фуза. Сто процентов. Вот такая картинка из детства, как хорошо сом приснить. Вот. Теперь, помните наш треугольник успеха? Продукт, первый угол, второй угол что? Бизнес. Вот, сейчас мы поговорим о бизнесе. У нас большая, как бы, обширная тема сегодня, поздравлений. И вы знаете, хотел бы эту тему начать там музыку по катакте хорошую, отличную. Давайте пригласим сейчас на сцену людей и отметим, кто в 2012 году закрыл ранг лидера. Есть такие люди в зале? Выходите!